Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Нордстрима. И сегодня одно из немногих видео, когда я нахожусь в офисе, на своем рабочем месте. Почему так? Потому что сегодня я хочу рассказать про технологии WX Construction, о которой я очень много упоминал в разных обзорах, по новинкам. Это Kanda X, Provocator X, Summon X, но проект пока обзора нет. Это краеугольная технология, которая позволила достигнуть именно того строя, той жесткости, того уровня надежности, про которую я говорил во время обзоров. И пришла пора рассказать вам, в чем она заключается, конкретно шаг за шагом. Я просто хочу показать видео с завода, как все это происходит, как это делается. Ну и рассказать еще раз, наверное, чуть более подробно, в чем же глобальнейшие плюсы этой технологии. Давайте начнем с преимуществ, с основных моментов, что же она дает. В первую очередь, технология WX Construction дает надежность. Надежность даже не в той мере, что спинник нельзя сломать, наступив на него или ударив. В принципе, сломать можно. Надежность при работе с отрицательными углами, во-первых, это очень важно. Особенно, когда люди взапали, скажем так, с трофейной рыбой, либо в каких-то сложных жестких условиях поднимают палку вертикально, заводят за ухо. Обычный бланк с расположенными продольно волокнами графита, очень это дело не любят и все шансы на то, что он сломается довольно быстро. WX Construction, в принципе, позволяет нам намного больше давать этот отрицательный угол и при этом спиннинги не ломаются. Понятное дело, что когда там будут уже для него достигнуты критические углы, он сломается тоже, но чтобы его достигнуть, надо прям сильно-сильно постараться. Это первое преимущество, которое как бы одно из креугольных. Второе преимущество, с одной стороны, оно кажется не сильно важным, но это только кажется. Дело в том, что из-за того, что часть волокон расположена под углами, если вы используете, скажем так, заброс с подкруткой, если вы просто не понимаете, бросаете там, условно говоря, а бы как, а таких людей, поверьте мне, очень много, то каждый раз приманка у вас идет не прямо в момент заброса, в момент именно распрямления пальцев, она идет под углом. И бланк каждый раз выдерживаете достаточно серьезные нагрузки. 10, 20, 30, 50, 100 забросов не будет ничего. Но вот возможно там на тысячном, или на тысячном, или двухтысячном, или трехтысячном, спиннинг может сломаться. Просто на забросе. Объясню почему. Потому что каждый раз из-за скручивания волокна испытывают напряжение, связующие начинают выкрашиваться, ломаться, ну и соответственно в какой-то момент происходит поломка. Вот Double X Construction не позволяет спиннингу так ломаться. Еще один момент, немаловажный, из-за того, что здесь двойной X, появилась возможность сделать бланки чуть более тонкостенными, улучшить баланс, улучшить чувствительность, скорость возврата вершины, но при этом даже повысив надежность. Почему? Потому что когда у нас волокна графита находятся под углами в 45 градусов, это позволяет выдерживать большие нагрузки, в том числе на продавливание даже. Поэтому мы имеем более легкий, более надежный, более чувствительный за счет максимального облегчения вершинный бланк, который позволяет нам очень хорошо работать при вываживании довольно серьезной крупной рыбы. То есть, ну, прецеденты были. Если вы смотрели обзоры, там рыбки разные были. И для многих классов спиннингов, которые я показывал, как бы это уже практически трофейные веса. Что еще? Еще это прилипчивость к рыбе. Потому что двойной икс, он позволяет сделать более эластичную работу бланка и слив рыбы. Ну, самое страшное, это когда рыба у вас находится у борта, вы уже подняли спиннинг, вы уже тянетесь за ней по сачекам. В этот момент очень часто, если рыба делает рывок, у вас уже выключено практически до половины бланк. Сверху он выключен, он уже согнут. И если комель жесткий и не гнется, все шансы на сход, ну, или даже на обрыв лески. У меня такое было не раз в момент тестирования, когда я подбираю опытным путем жесткость комель. Вот здесь этого не будет, потому что вот у меня в руках там легкий кандур, тяжело поскнуть не могу. Здесь комелек работает. Причем комелек работает в достаточной степени, чтобы держать и контролировать крупную рыбу. Ну, вот тест 2.10, на него там галавль в полтора килограмма берется на раз. Вообще на раз. Вот, но при этом, если вы подвели, находясь в завродке, либо в катере рыбу уже к себе, комель отработает, комель не даст возможности рыбы сойти. Пожалуй, это вот основное, основные плюсы вот этой вот концепции. Если еще раз кратко, бланки легче, бланки за счет облегчения чувствительней, бланки надежнее, и, соответственно, бланки не сливающей рыбы, при этом достаточной жесткости, чтобы ее просекать, чтобы с ней работать, чтобы ее контролировать. Вот это вот и есть дабык конструкшен. Теперь давайте, как бы, покажу то, что практически никто никого не показывает. Вот, я покажу весь процесс, как этот дабык конструкшен делается. Делается именно на заводе. Это вот как раз съемки предсерийного образца, Канда Икс, я не помню сейчас, какая модель, в принципе, не важно. Все Канда Икс, Тревелы, Лайты, Джиги, Самманы, и все Провокатор Икс сделаны именно по этой технологии. Давайте смотреть. Первым шагом у нас берется Дорн, и на Дорн под 45 градусов наматывается лента. Лента среднемодульного графита, порядка 30 тонн, под 45 градусов. Это первый слой на Дорне. Следующим шагом, когда у нас весь Дорн обмотан лентой, под 45 градусов, берутся основные раскрои. Основные раскрои содержат несколько вариантов приправов с разным графитом. Все зависит от модели, все зависит от теста, мощности и прочее. Но в целом происходит так. То есть берется X-образный переплетенный скрим, вот сейчас вы его прямо видите четко, там видно, что под углом 45 градусов. Это основа. Обычно раньше основа делалась на стекле, когда у нас процентное содержание стекла было больше 90%, и клалась она поперек Дорна. Это именно для соблюдения надежности. Сейчас здесь этого нет. Здесь нет ни грамма стекла. Вся технология DoubleX Construction означает автоматом 100% графит в купе со связующим. То есть это вот те цифры в каталогах, которые вы видите. Там 97, 98. Вот здесь вот он 100. Здесь нет стекла. Вообще. Соответственно, делается друг на друга кладутся разные припрыги. Дальше маленький кусочек. Это у нас идет усиление стыка. Длинные два. Это как раз X-образный скрим. И средний модульный графит. Это в данном случае Торей Т800. Короткий, более короткий треугольничек. Это воскомодульник. Это М40J. Дальше все это дело уже кладется под пресс. Он разогрет. И все вот эти вот слои припрыга соединяются вместе при температуре. Это уже идет подготовка к намотке на Дорн. КАКОНТКИ. КАКОНТКИ. АПЛОДИСМЕНТОР следующим этапом берется дорн на котором уже в одну сторону 45 градусов намотана лента он соответственно пропитывается связующим но это уже обычная технология так делается в принципе все спиннинги вот вы можете посмотреть как в реалии происходит процесс производства процесс изготовления сто процентов ручной труд очень важно подготовка человека который это делает вот его спокойно прикрепили на дорн все вот эти вот раскрой и дальше это дело это дело дальше помещается в машину которая осуществлять непосредственно накатку на дорн при проекта вот так вот вот мы получили уже намотанный на дорн при проект и сейчас идет последний этап нам важен данном случае это еще одна обмотка под 45 градусов но в другую сторону то есть если у нас дом вот такой мы мотали вот так 45 теперь мотается вот так 45 то есть в данной технологии скажем так x-образное переплетение она перекрывает друг друга давая вдвойне более высокую надежность и давая соответственно возможность как я уже сказал сделать бланки легче чувствительней с более высокой скоростью отыгрыши вершины при этом очень-очень надежной и плохо ломаемой ну и соответственно вот последний как бланк на дорн перед помещением в печь выглядит вот уже готовый к тому что поместили в печь выдержали при трех разных температурах ну а дальше уже дальше уже сборка сборка покраска и все остальное это уже не важно в видео эти мы делали много раз как бы лишний раз показывать смысла не вижу основное вот основное в данном случае это именно использование во первых x-образного скрима и во вторых это использование ленты под 45 градусов в двух направлениях вроде казалось бы легко почему бы так не делать всем ну там и прочее прочее на самом деле не так легко как кажется все это надо очень четко и тонко рассчитывать понимая как бы какая нужна мощность какая нужно какой нужен строй какая должна быть работа бланка жесткость и все остальное то есть сам процесс сам процесс в принципе не сложный но вот рассчитать и сделать оптимальный вариант чтобы все работало как бы хорошо гнулось там где нато держала рыбу и прочее и вот это все довольно сложно но поэтому вот полтора года чуть больше условно то чтобы сделать эти спиннинги и скоро уже они будут продажа я думаю даже когда вы смотрите видео они вот только-только должны появиться или живут только появились собственно говоря ну на этом наверное все рассказал показал не знаю насколько вам это пригодится на практике но как бы я думаю что часть людей которые заинтересованы понимать теорию почему ноток и что это такое но вот они для себя чего-то почерпнут все я с вами прощаюсь до новых встреч ну и увидимся на воде всего доброго всем пока